привет друзья рад приветствовать вас на канале капитан герман и у нас сегодня будет выпуск наверное немножечко технический вы знаете что яхтинг это всегда плюс-минус о деньгах и есть сервисы за которые платить деньги мы готовы а есть сервисы которые на мой взгляд переоцененные сейчас мы будем с вами разговаривать про платную подписку предикт винт потому что использование погодных грибов использование погодных моделей это супер критически важно для того чтобы безопасно дойти из одной точки в другую и так у нас есть подписка предикт винт стоимостью 500 500 американских долларов в год это самая дорогая подписка но давайте мы будем смотреть насколько она эффективна и действительно ли эти это те деньги которые реально стоит тратить за этот сервис и мы не просто сейчас поговорим про подписки про функции и про все это а также возьмем модель которую нам рассчитает предикт винт departure plan и везер рутинг то есть это маршрут который предикт винт рассчитает по погоде которая будет в этой акватории и пойдем 300 миль offshore по погодным моделям самой дорогой подписки предикт винт и посмотрим стоит ли за это платить столько денег а может быть и не стоит прежде чем вы начнете смотреть данное видео есть у нас ролик большой ролик как пользоваться прогнозом погоды мы его снимали когда мы шли в тихом океане на маркезы и тогда мы решили вам записать очень подробно чем отличаются погодные модели как смотреть прогноз погоды чтобы не ошибиться пожалуйста посмотрите этот ролик ссылочка сейчас вот у нас будет в углу потому что данный ролик о котором я вам рассказываю это уже следующая часть это как бы продолжение и здесь информация которая ложится на предыдущую поэтому друзья еще раз смотрим этот ролик поставьте этот на паузу если вы не знаете чем отличается пиви от и если mvf то тогда этот ролик который я уже делал для вас едем дальше ну что народ давайте сейчас мы с вами возьмем откроем веб-сайт предикт винда и посмотрим на наши 44 плана которые у них есть это бесплатный 20 долларов в год 250 долларов в год и самый дорогой 500 долларовый план и сравним функции которые мы можем получить за деньги либо же бесплатно ну что давайте смотреть что у предикт винда есть с прайсингом и с подписками вообще у предикт винда есть четыре тарифных плана это бесплатный basic стандарт и профессионал давайте посмотрим кратенько чем один отличается от другого то есть во всех четырех планах вы можете скачивать все погодные модели вообще в принципе вам нужен только обычно пивиджи и gfs это те которые более менее корректно работают если мы говорим там америка карибы но если мы рассматриваем тихий океан или европу например то есть мвф это наверное один из самых точных которые вот по нашей практике работает лучше всего но все погодные модели вы можете скачать во всех четырех планах дальше идем вниз и будем смотреть что же чем отличается то есть в бесплатном из важного я имею ввиду из того что реально влияет можете вы им пользоваться или нет и так гасты порывы если у вас нету информации по порывам то вы не будете понимать что вообще у вас происходит с ветром поэтому базовая модель без порывов она смысла не имеет кейп это грозы это вероятность гроз а если приходят грозы большие тучи то ветер будет очень сильно меняться то есть мы первым бесплатным пользоваться не можем потому что из важных параметров гаста и кейпа нет если вы находитесь в регионе типа азии вам обязательно нужен тай дал коррент потому что приливы отливы вызывают движение воды и в данном случае здесь нужно понять если вы находитесь в регионе где есть приливы отливы то вы автоматически переходите в пакет стандарт пакет стандарт стоит в год 250 долларов ежели у вас нету приливов отливов можно пользоваться вот этим вот стандартным basic пакетом далее observation и local knowledge это все и а из дата это на самом деле не настолько важные параметры то есть то что действительно неплохо если вы ходите много это weather routing давайте на него будем смотреть более более детально вам ну так как мы говорим о парусной лодке то сейл рутинг это то что нам нужно и так вы за рутинга в базовом пакете нет он есть только в пакете стандарт но если мы учитываем в за рутинг то у нас нету оушен и тай дал коррент если вы находитесь допустим в азии в регионах где вам супер важно понимать течение я вам потом объясню почему мы автоматически переходим в самый последний пакет который стоит 490 долларов 499 долларов в год если вы находитесь где вам не нужны то вы можете пользоваться стандартным пакетом за 250 долларов который работает ну в принципе вполне приемлемо power routing мы не смотрим теперь давайте смотреть departure план то есть вы можете планировать автоматически лучшую дату для вашего выхода говорю сразу это работает на четыре дня дальше не работает ну как обычно прогнозы погоды дальше чем на четыре дня нормально даже чем на три дня нормально не работают но здесь сделано четыре дня departure план то есть в нашем случае мы рассматриваем сейл и что нам здесь нужно видите у нас в селди парчер оушен и тай дал коррент не подключены то есть мы автоматически также переходим в пакет профессионал вейв полары окей рассматриваются обычная polar диаграммы это то насколько лодка у вас может ходить остро они не рассматриваются но в принципе усредненно но нормально работает extreme weather warning это очень удобная история у вас прямо на карте появляются точки в которых вы можете там попасть в какой-то замес и он также работает в стандарте и профессионал но скажем roll vertical acceleration то что реально важные warnings то есть реально важное предостережение они работают только в профессиональном пакете поэтому если вы ходите много по регионам которые стайдл каренс с приливами отливами с течениями то вам нужен только профессиональный пакет если каренс течение не учитываются тогда спокойно подходит пакет стандарт ну собственно offshore application это для таблета или для телефона и здесь в принципе показано что здесь учитывается то есть единственное что отличает профессионал от стандарта в погодной модели и 7wf у них есть высокое разрешение 14 километровая но не знаю насколько это важный параметр если вы у вас там не знаю на 500 миль переход то наверное это так точно вам не нужно ну и ушин тайдл каренс у вас грипп файлы их разные три модели есть и их не будет у вас пакете стандарт то есть вот мы с вами пришли к тому что если вы ходите в регионах где нету течений где нету приливов отливов то вот этот за 250 долларов в год вам пакет подходит если это там азия и вам нужно учитывать и приливы и отливы и течение которые находятся то 499 долларов в год вам обойдется подписка то есть мы можем говорить что только два вот этих две вот этих тарифных плана два таких тарифных планов и можем учитывать если нам нужно ну просто базовая информация то basic тоже подходит free он не подходит он даже не показывает тех данных которые ну просто essential которые обязательно нужны хотя бы для базового подхода ну что с функциями понятно чем отличаются тарифные планы я думаю тоже понятно а теперь давайте открываем predict wind открываем оплекуху которая рассчитывает собственно это все и будем просчитывать наш маршрут а будем идти мы из амбона это ниже раджа ампад это индонезия причем восточная часть индонезии идти мы будем на самую южную часть острова сулавеси 300 миль офшора маршрут интересный тем что он простой с точки зрения ветра но очень сложный с точки зрения всех остальных водных факторов и мы посмотрим как эти факторы будут учитываться так народ смотрите вот мы выходим там где зеленая точечка а идем туда где красная на самом деле мы идем чуть чуть левее вот сюда но мы хотим стать вот здесь на островочках но уже выкачал такой прогноз погоды в данном случае это неважно сразу небольшой дисклеймер я записываю это видео немного позже после того как мы дошли поэтому при переключении моделей будет выскальзывать выскакивать такая табличка что гриб устарел в общем смотрите мы выходим и сейчас у нас по пивей здесь идет дождь то есть мы будем потом сравнивать прогнозы модели с тем что в реальности есть и смотрим что у нас здесь потом и 7wf по 7wf у нас дождей нету хотя в реальности он у нас сейчас идет итак давайте смотреть на собственно наш departure planning первое это мы заходим в таблицу и смотрим у нас здесь есть четыре дня и по этим четырем дням есть данные первое это по сочетаем в днях то есть мы видим что здесь она приблизительно одинаковая motoring time тоже как бы он очень маленький ну и там максимальный скорость ветра здесь одно это не гасты это именно ветер то что касается гастов вот здесь уже начинаются отличия смотрите в первый день 25 во второй 29 потом 26 25 мы вот таким вот образом можем выбирать оптимальный день гроза дожди то есть мы выбираем здесь максимально комфортные условия для нас что важно против ветра мы почти не идем боковой ветер у нас будет 68 процентов и 71 98 и downwind я бы вот выбирал какой-то день когда у нас идет либо половина ветра либо вниз по ветру ветер от 8 до 20 будет 92 процента времени от 20 до 38 то есть вот мне кажется что несмотря на то что здесь будут порывы до 30 вот второй день максимально но оптимальный потом здесь есть ролл то есть как будет лодку качать вертикал акселерейшн это все параметры которые влияют на ваш комфорт то есть насколько вас будет укачивать если эти понятия понятия также будут отображены на картах в виде ворнинга ну и высота волны там от 1 до 2 метров 55 процентов и от 2 до 3 45 то есть это не самый комфортный день но с другой стороны как бы по другим параметрам он более менее оптимальный дальше возвращаемся на карту и смотрим вот у нас первый день второй день вот мы можем тыкнуть на лодку и там в какой-то день посмотреть как там что будет какие то вот тут есть там роллы эти ворнинги это все мы можем посмотреть по конкретному маршруту там приблизить допустим маршрут и посмотреть что же нам этот ворнинг говорит и главное насколько длинный будет вот этот вот ворнинг этот ролл например он будет ну практически пол дороги то есть это серьезные и очень некомфортные условия но с другой стороны зато мы можем выбирать из этих условий какой-то один день который будет более для нас оптимальный так дальше идем в за рутинг здесь у нас погодные модели мы оставляем ту погодную модель которую мы хотим вот и 7wf она здесь более точная и начинаем смотреть что у нас ждет по пути то есть у нас вот здесь есть ролл и мы смотрим на протяжении какого времени он будет то есть все вот эти параметры у нас есть графически отображенные на нашей карте это удобно и мы можем вот зайдя выбрать допустим какой-нибудь там рейн или там cloud coverage или waves и посмотреть насколько это вот у нас будет там в каком параметре там ткнуть на экран и посмотреть что у нас будет ждать какой-то тот или иной период времени и соотнести с лодкой скорость перемещения лодки вы настраиваете в настройках при там определенных параметрах ветра сколько вы будете такие примитивные полары которые влияют на ваше отображение ваших скоростей ну и плюс минус точно вы можете смотреть на прогноз погоды и в той точке где будет лодка дальше если мы зайдем в таблицу здесь достаточно много интересных данных здесь идет сравнение погодных моделей ну я не знаю я здесь вот этим я как раз не очень понимаю зачем пользоваться но если хочется какой-то аналитики то можно сравнить но вам обычно нужна только одна погодная модель которая будет хорошо работать вот в данном конкретном регионе и все поэтому здесь важна карта а вот таблица она хорошо показывается в departure planning то есть эта часть удобно так народ сейчас мы с вами будем говорить про течение я хочу чтобы к этому моменту вы отнеслись очень серьезно потому что то что я буду рассказывать этого может очень сильно пригодится и спасти и мат часть и много всего комфортного внести в то что может быть супер дискомфортно и так мы с вами говорим про течение есть два вида течение первое это тай дал коррент это течение которые формируются при приливах и отливах и второе это global коррент то есть это те течения которые в данном конкретном регионе находятся постоянно и сезонно то есть в этот там в мае допустим она течет сюда там а в сентябре уже будет там в другую сторону бывает такое что при смене сезона это может там затухать но в узких местах часто бывает такое что допустим когда у вас идет прилив вы можете ехать со скоростью там 7 узлов а потом начинается отлив и ваша скорость 3 то есть вам нужно выбирать время когда выходить но если вы идете там трое-четверо суток это конечно же не имеет значения но нас интересует данном случае global коррент то есть пересечения с в акваториях с движением воды почему это критически важно смотрите возьмем для примера а ситуацию когда мы идем в половину ветра то есть reaching или ну ветер дует вам в один из бортов галфинг вот вспомнил в этом случае вы просто двигаетесь и вы входите в зону течений вашу лодку начинает двигать в сторону если вы движетесь со скоростью 5 узлов течение там два с половиной узла то вам придется компенсировать 50 процентов вашей скорости то есть нужно будет уходить там на 45 градусов в сторону для того чтобы продолжать двигаться в вашем в том же направлении чем это опасно когда вы двигаетесь в половину ветра и вам нужно компенсировать течение вы будете уходить либо левее либо правее на 45 градусов и если вы будете уходить upwind то вы будете не 90 к ветру а уже 45 а это вы будете рубиться против ветра когда вы уходите в downwind да это будет более комфортно то есть можно в этом выиграть но когда вам придется идти против ветра при скорости ветра допустим true там 25 узлов то вы получите аппарент 30 там с плюсом и вы будете рубиться против 30 ветра и вам будет очень очень тяжело понятно что течение нужно супер учитывать и быть к этому очень внимательными потому что я вам сейчас показываю на экране как мы идем с компенсацией и насколько это серьезно влияет на лодку если вы не знаете течение вы будете удивлены почему вам придется идти против ветра хотя у вас прогнозе было в пол ветра или даже в downwind так все теперь мы идем к разделу течений и вы будете понимать как здесь сформированы течение в данном конкретном регионе так но теперь мы идем в offshore ocean data и смотрим на то что у нас здесь течениями вы видите что у нас здесь ну полная каша если мы выходим отсюда и заходим вот сюда у нас течение здесь идут как попало прикол в том что если я вам сейчас покажу разные модели вот хайком течение вот обратите внимание идет сюда умер которая она будет идти в другую сторону то есть вертик с у него будет какое-то третье я так понимаю что вот увидите где здесь стоит warning это то что я говорил здесь идет ролл и он ролл этот пишет вот сюда но прикол в том что даже если сюда прийти то здесь появится еще один ролл и вот здесь потом еще то есть это все грубо говоря будет с ворнингом и бесполезно и какой гриб он использует какую forecast модель он использует для формирования карты течений это непонятно потому что вы видите что они все идут в разные стороны хотя вот эта точечка ну наверное по rtfs и либо по меркатору здесь тоже течение сходятся в общем я не понимаю по какому критерию он выбирает и какая из этих моделей точная то есть это немножечко так странно у них здесь реализовано в общем если мы будем идти и смотреть вот как идут течения они здесь не меняются что нам нужно знать что мы разделим с вами маршрут на несколько позиций потому что нам нужно как-то соотнести прогноз погоды с тем что происходит то есть первую часть мы закончим после прохождения вот этого участка когда течение опускается вниз потом второй участок это до того как течение начинает быть попутным потому что здесь будет и встречная и вниз и будет вот куча всего непонятного и дальше третий участок это уже когда мы выходим на течение и по нему будем проходить вот сюда это очень важно для понимания общей картины то на что я хочу обратить ваше внимание посмотрите где вот идет вот этот warning roll здесь течение идет сверху вниз если мы посмотрим грипп файл то мы видим что ветер будет идти снизу вверх если у нас ветер встречается с течением особенно если ветер у нас красный и течение красное мы попадаем в такую жопу что лучше даже не догадываться что она бывает потому что поднимает очень короткую очень высокую волну и вы находитесь просто как в стиральной машинке поэтому моменты когда у нас идет встречное течение и встречный встречный ветер в две стороны это самое худшее что может быть в океане но кроме этого там есть еще некоторые вопросы с навигацией мы к ним вернемся дальше и когда у нас здесь течение в третьем участке будет заходите вместе с ветром пока это все не синхронизируется у нас тоже будет достаточно серьезный ролл то есть сейчас мы с вами посмотрели поняли как он считает и как это работает наверное на этом мы заканчиваем данную секцию переходим уже непосредственно к навигации к выходу нас ждет офшор 300 морских миль мы двигаемся из амбона и идем строго на запад у нас погода вы сами видите какая небо затянуто моросит дождь в общем фу не зря у меня сзади висит дождевик потому что под водой ходить не нравится но я надеюсь что у нас на пути много не будет плохой погоды ну хотя дожди по прогнозу есть в общем мы не знаем как то будет вот эти опять начались фады фад это fish attracting девайс то есть они на вот этих вот домиках включают свет и под ними начинает жить сначала приходят мелкие рыбы потом за ними больше больше и потом совсем большие вот их они ловят вот если вы сейчас посмотрите насколько их много здесь по бухте они они небольшие но если присмотреться их можно увидеть мы заходили сюда такая погода выходим такая погода какое-то место плохой погоды ужас но вроде как после уже ближе к вечеру должны должно это все прекратится и дальше уже выйдет на там типа окей может по дороге еще где-то зайти но как мне не нравится вот такая погода и в дождь ходить экс ну что вот мы выходим с правой стороны это северная часть бухты а с левой южная там продакута какашка на нас идет дождевая но смотрите еще ветра нету потому что ветер должен быть вот оттуда а течение вот оттуда пока только такие огромные волны не за видно вам их или нет вот нас уже начинает качать и туда чуть чуть дальше я думаю вот где там спереди фронт вот там вот уже должен начаться ветер потому что мы же до живого вот там где корабль идет вот левее там уже есть волны и там уже скорее всего будет ветер а пока вот это вот такое большое красивая поднимается переваливается класс вот мы сейчас вышли в зону где вот видите волны пошли такие короткие это ветер уже идет напротив течение то есть течение идет оттуда ветер идет с другой стороны поднимает такую волну вот эти вот волны опасные потому что они очень резкие непредсказуемые вот идет волна то есть такие волны реально плохо и потому что сильно болтает но мы можем пойти сильно левее посмотрим если будет усиление вот например идет ли будет усиление мы пойдем в левее будет спокойнее вот и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Собственно нормальная еда, которую можно успеть себе приготовить Вот такая вот, потому что сидеть себе выготавливать, когда у тебя ноги выше головы, вообще никакого желания нет Оно в теории можно, но усилия не стоят того ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Говорите, когда одевают желеты? Вот при таких условиях желеты и одевают Это достаточно скоро, мы будем поворачивать на 30 вправо и у нас будет ветер, при котором мейн будет закрывать передний парус Поэтому можно было бы, конечно, его и открыть, но на несколько часов смысла я в этом вообще никакого не вижу Это сейчас мы проходим ту зону, которая красная в самом конце, здесь там до 30 на порывах иногда может доходить Неудобно, что мы рассчитывали, что ветер будет идти где-то 160, почему-то в данный момент он там 110 Но вообще мы всю ночь шли было там 140 плюс Ладно, в общем, это в данном случае неважно, просто неудобно, потому что боковая качка А нам осталось 110 миль, то есть мы прошли две трети пути Ну, наверное, и все, вот увидите, спрашивайте, когда мы жилеты носим Ну, весь переход носим, потому что такие условия, как сейчас, как раз нужно носить жилеты А еще, ну, если ночью там смотреть, и мудина скин всегда На тедры, эта пристежка называется тедр И вот она все время находится на нем Ну, и я там, если куда-то там выйти посмотреть, тоже его использую Но для джеклайнов, которые по бортам стелятся, это еще не та погода То есть это еще пока не нужно Нам сейчас осталось 20 морских миль до вот этих первых, какого первых островов До финальной точки нам 82 мили Это значит, что мы туда придем с утра, ну, и погода у нас успокоилась Смотрите То есть волны еще есть, но ветра стало сильно меньше Мы идем 5 узлов И будет все меньше, меньше, меньше В какой-то момент мы запустим двигатель И будем уже моторить Но я думаю, что там миль 40-50 мы еще будем идти под парусами Ну, а погодка у нас серенькая Хорошо, хотя бы дождя нет Но на небе есть такие просветы Но, как бы, солнце не наблюдается Ну, вот у нас уже наша скорость Мы включили мотор, но на моторе мы заряжаемся То есть мы на нем сейчас не идем Мы идем под двумя парусами Вот четверочка Наш ветер 74 С портсайда 11 узлов То есть, грубо говоря, ветер уже заканчивается Мы идем на первом рифе Его, конечно, можно разрифовать Но я думаю, что ветер закончится быстрее Чем мы сможем вообще что-либо с этим сделать Потому что вы видите, он хлопает Это значит, что мы уже ветром пользоваться практически не можем То есть он нас уже не тянет То есть он сейчас нас чуть-чуть добавляет Есть небольшая волна У нас закат где-то через минут 40 Мы заходим в ночь Это будет третья ночь Два дня и три ночи И с утра мы должны прийти Так, ну что, паруса убраны В двух милях от нас атолл Мы идем сейчас против ветра Поэтому в них особого смысла уже не было Будем смотреть, какой там заход По погоде, я думаю, все понятно было Что где-то, ну вот как мы дошли до первых островов То ветер спал Вернее, ветер еще был Мы почти сюда дошли на парусах Но упали волны Стало комфортно Потому что до этого было, ну, жутко, некомфортно Вообще сложный переход Сейчас будем пытаться найти, где здесь стать То есть есть идеи Но пока реализация еще непонятная Ну, из новостей, из апдейтов Встать у нас на этот атолл не получилось Потому что атолла нет Вот мы сейчас проходим вдоль него Видите, вот эти вот волны, все Это вот на таком придется стоять Я был уверен, что, ну, хоть какая-то полоска сопля земли будет Потому что нарисована, может быть, за счет тайда Может быть, на лоу тайде она вылазит, а на хай тайде скрывается Но стоять просто посредине океана смысла нет Тем более до следующей точки, куда мы идем 28 миль, я думаю, что мы легко дойдем Там еще время будет Там встанем И посмотрим, что там и чего Сейчас мы у Дины спросим, как прошла ее ночная вахта Ну что, как тебе было ночью сегодня? Ну, в целом приемлемо Но мне, конечно, обычно на ночных вахтах идет больше, чем тебе Если ночь дождей, то все дожди мне Если ночь падав, то все фады мне Я там угол проходила, там просто как минное поле Почему одним все, одним ничего Фады это Да, фад это fish attracting device То есть это такая паржа Ну или такая вот форма, плод На котором стоят домик и горит лампочка И когда много, я вот вам сейчас показываю Не видно ночью, на каком они расстоянии в этом вся проблема И когда они кругом рассыпаны И тебе надо постоянно менять курс И непонятно еще, на каком расстоянии они Они у тебя перед тобой просто все пряты Как будто бы на самом деле это целое поле В общем, есть сложности В отличие от Сережи, я на вахтах не стремлю А я спал А я стремлю Ну что, народ, давайте подведем итоги касательно везерутинга Тем более у нас такая великолепная погода вышла Солнышко, правда, спереди тучи, которые обещают серость на заходе В общем, везерутинг маршрут просчитывает хорошо Если вы не очень опытный в плане прокладывания маршрута по погоде То да, пользоваться можно Есть много моментов, которые связаны уже больше с таким тонким тюнингом Но я думаю, что ни одна погодная модель и ни один сервис это так вот идеально не сделает Но на такую четверочку с плюсом Предикт Винд может просчитывать маршрут Если мы говорим сейчас с вами о использовании Ocean Data То есть о течениях Это, конечно, полная чепуха Потому что сейчас вы видите на экране маршрут дальше Я специально выложил Ocean Data 3 погодные модели И вы видите, что течение в трех этих моделях совершенно в разную сторону То есть какой-то рандом Даже поломанные часы показывают правильно время два раза в сутки В данном случае, если вы показываете три разных модели Какая-то, может быть, совпадет Но мы возвращаемся к вопросу По поводу везерутинга По какой модели рассчитывается везерутинг Мы не знаем То есть если три модели, которые относительно рандомные Значит и результат везерутинга будет, в принципе, рандомным Если мы забиваем на Ocean Data То тогда мы переходим к предыдущему тарифному плану Который за 250 долларов Если он все равно не учитывает течение А если он их учитывает так, как это есть Это очень странно Депарчер план хорошо, вопросов нет Везерутинг тоже, я считаю, что пользоваться этим можно В нашем случае мы вначале пошли так, как нам это рассчитали Потом у нас были небольшие коррективы Потому что, когда ветер встречается с течением Поднимается очень неприятная боковая волна И ее, естественно, не учитывает предикт То есть он говорит, что будет, да, будет ролл Но легче сделать там 15-20 градусов Вот вернуть против волны И не идти прямо в качку Чтобы она резала немножечко лодка волну В общем, это уже предикт винт сделать не может И, соответственно, расчет немножко некорректный Поэтому мы шли по нашему маршруту Но он на самом деле очень похож с тем, что рассчитал предикт винт Поэтому в нашем случае можно сказать, что мы пользовались везерутингом И можно сказать, что он более-менее нормально сработал Ну, чего, собственно, и вам желаю Ладно, мы дальше едем на Саус, на юг Сулавеси Вот вы видите мыс За ним мы поворачиваем налево, на портсайт И где-то еще милю идем в глубину И там, я надеюсь, будет ровный якоринг И это такая большая бухта, в которую мы сейчас заходим И через нее идем Все, мы стали 74 метра у нас цепи Глубина 20 метров под нами Мы бросались на 24 Перед нами, между нами и пирсом какой-то врег Надеюсь, мы до него не доедем Потому что мы стали достаточно близко к берегу Ну, а теперь здесь какой-то коммерческий порт небольшой И где Черепов? Ой, прикольно Рядом с нами тут стоят лодочки Какие-то рыбацкие Ну, в общем, я надеюсь, что мы стали хорошо Тут вот рядышком пирс, чтобы выезжать на берег Ну, в общем, будем разведывать Музыка Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, как вы видите Вот этот расчет Он интересный, но по факту он совершенно некорректно показывает те реально функции, за которые вы переплачиваете много денег в год И за 500 долларов в год вы получаете Везерутинг В котором Вернинги идут абсолютно рандомно То есть, вместо того, чтобы получить какой-то инструмент, по которому вы можете пользоваться Вы смотрите, у вас есть такой параметр, как там Vertical Acceleration Вы смотрите, что это всего лишь на часик Ну и ничего страшного, часик можно потерпеть А потом оказывается, что это на всем маршруте На самом деле, для нас, как для людей, которые ходят много такие Понятно было, что в этой погоде при боковом ветре будет, ну, прямо реальный замес И если учитывать, что в двух местах, причем достаточно больших, там больше чем 100 миль У нас будет течение против ветра Это значит, что там будет плохо Но, тем не менее, вот эти ворнинг и боковой ролл, о котором я говорил Которые мы получали, эти ворнинги в предикт винде Они, реально, это был обман Потому что, основываясь на этих ворнингах, мы не можем планировать наш маршрут Мы смотрим, он в одном месте маленький Мы доходим, и у нас идет продолжение на 2 часа Потом еще, еще, еще И у нас вот этот вот, там, часовой ворнинг бокового ролла Переходит в общую длину роллинг на всем маршруте То есть, на мой взгляд, это полный отстой Потому что, когда вы рассчитываете на что-то одно Вы платите много денег Вы получаете итоговый какой-то результат И он, и вы выбираете, там, из 4-х, там, или 5-ти возможных вариантов Самый оптимальный, на ваш взгляд А потом оказывается, что это все не так И они не это имели в виду Ну, команд, то есть, я считаю, что За данную функцию Вот эти деньги Это конкретная переплата Если учесть, что В предыдущем Пакете Совершенно не учитываются Течение То есть, вы можете делать weather routing Но он учитывается только с учетом ветра То Если вы ходите в регионе, где течения не являются превалирующими То есть, они не такие большие Либо они, там, могут вызываться за счет, там, приливов-отливов Можно взять тариф, который 250 долларов в год И я считаю, что, наверное, с точки зрения вот вводных, которые вы получаете И функционала, который вы получаете Вот этот пакет 250 долларов годовых Он окей, то есть, можно 20 долларов в месяц платить Если вы особенно ходите много Для того, чтобы за вас сделали расчеты И вы не заморачивались с этим всем Но, если вы находитесь в регионе, где большие приливы Где большие течения, которые совершенно четко влияют на угол, там, к ветру вашей лодки Тогда пакет, который стоит 500 долларов Я считаю, что это оверпрайс И это я покупать не буду На мой взгляд, это, как бы, оверпрайс Овер, не знаю, обор, все Оверздравый смысл Если же вы хотите просто понимать, там, ветер, гасты Такое базово И делать все расчеты самостоятельно Что я считаю оптимально Если у вас есть уже погодный опыт То можно 20-долларовый тарифный план Который следующий после бесплатного Взять и он будет у вас хорошо работать Вот, на мой взгляд, так это работает Бесплатно Если учесть, что в бесплатном пакете нету гастов и нету кейпа Это то, чем вы реально пользуетесь И без этого у вас нормально не получится сделать расчет Поэтому только 20-долларовый, как минимальный пакет Теперь давайте посмотрим, какие же альтернативы у нас есть Мы еще пользуемся винди Винди мы в основном пользуемся в прибрежных Потому что они неплохо работают в прибрежных линиях Но я вот недавно посмотрел У них тоже есть карты течений То есть даже в бесплатной версии Можно ничего не платить Просто взять винди и посмотреть А если вы идете и у вас есть интернет все время И у вас есть старлинк на лодке То даже бесплатным или минимальным пакетом винди Можно пользоваться И предикт винд здесь, конечно, отдыхает Хотя предикт винд, на мой взгляд Как бы мощная, хорошая программа Но что-то они с тарифами немножечко перемудрили Поэтому мой вердикт, я вам уже сказал Альтернативами пользоваться можно Если вы ходите вообще в каботажки перед прибрежно То я бы, наверное, только винди рассматривал Предикт винд не очень так факультативно Открыть, посмотреть, что там сравнить, может быть Но это, собственно, и все, как бы мы пользовались Ну что, друзья, вот мы с вами дошли Из Амбона на юг Сулавеси Наш маршрут занял 350 миль Потому что мы не смогли зайти на Атолл За счет погоды И, ну, в принципе, нормально это сделать не получилось Вы видели, как мы это сделали с точки зрения соотношения погоды Я вам рассказал, как Какими тарифными планами И чем отличаются вообще эти тарифные планы у предикт винда Как можно и чем альтернативно пользоваться Еще раз пересмотрите, пожалуйста, материал, который я делал по погоде Ссылочка будет в углу Потому что реально это ваша безопасность И уделите этому времени Ну, серьезно много Потому что это один из основных столпов На котором держится яхтинг И из комфортного яхтинга получить вот прямо жопу Можно одним щелчком пальца Просто не учитывая там каких-то факторов в погоде Все, на этом наш выпуск подошел к концу Я иногда обещаю вам буду делать больше технички Проблема в том, что мы сейчас идем И у нас больше такое постоянное движение Постоянный офшор Скоро мы куда-то дойдем И я уже буду делать и рефит лодки И больше уделять времени Каким-то интересным девайсам Рассказывать вам, показывать Просто пока мы идем в офшоре Ну, сами понимаете Мы постоянно в пути И вот то, чем мы занимаемся Все, подписка обязательно Проверяем колокольчик Напоминаю, что у нас есть телеграм-канал В котором я также делюсь кучей полезной информации Нужно пройти бот Я уже раньше говорил Там будут вопросы Я хочу видеть людей, которые со мной на одной волне Те, которые со мной не на одной волне Я знать и слышать Ни мнений, ничего не желаю Поэтому я очень сильно отделяю свой комфортный круг общения И для людей, с которыми мне приятно Я готов давать больше Делиться информацией Делиться навыками, знаниями А те, кто с нами не на одной волне Я этого делать не хочу Еще раз Подписка Проверяем колокольчик Пишем коммент Если есть темы, которые вы хотите послушать Чтобы я рассказал Если я об этом знаю Я вам все расскажу До встречи в следующем выпуске Пока Субтитры сделал DimaTorzok